Реконструировать улицу Станиславского всем миром. Ростовчанам предлагают проголосовать за лучший вариант ремонта. Участок от 5-го Донского корпуса до Буденновского преимущественно сегодня. Люди голосуют за то, чтобы его сделать пешеходным транспортом. Банкротство управляющих компаний и огромные долги за энергоресурсы. Кто виноват и что делать? В проблемной системе ЖКХ от Таганрога пытался разобраться губернатор. Я не помню ни одного доклада, чтобы мне сказали, что население не платит. Население платит. И к населению претензий никаких нет. Они сделали региональное образование одним из лучших в России в преддверии нового учебного года. Награды выдающимся педагогам. Движение транспорта по улице Горького от Крепостного до Театрального запустят ко дню города. После ремонта на преображенной дороге уже появилось больше тысячи парковочных мест. К празднованию юбилея Донской столицы завершатся и отделочные работы подземного перехода на улице Нагибина. А вот как изменится улица Станиславского после реконструкции, власти города дали право решить самим жителям. На сайте администрации вовсю идет голосование. Участок от 5-го Донского корпуса до Буденновского преимущественно сегодня. Люди голосуют за то, чтобы его сделать пешеходным транспортом, где в качестве движения это будут трамвайки, велосипеды и пешеходы. Участок от Семашка до Ворошиловского тоже аналогичная ситуация. От Ворошиловского до Театральной площади жители города предлагают сделать смешанное движение, где право передвигаться по улице получат и автолюбители. На программу развития и эксплуатации транспортной инфраструктуры в этом году в Ростове выделено больше трех миллиардов рублей. 30% этого объема у нас идет на реконструкцию Ворошиловского моста. Вы знаете, что у нас там идут активность сегодня работы. Работы идут с определенным опережением графика, что очень радует. В следующем году мы, так как и определялись, запускаем верховую часть моста. Значит, к концу года мы начнем уже, планируем смонтировать все пролетные строения. В ноябре строители планируют начать демонтаж старого моста. На его месте построят новый по внешней форме такой же, как и прежний. Створ останется, вот как есть проспект Ворошиловский, такой створ у нас остается. Значит, у нас в Ворошиловске изначально всегда было шесть полос движения. Соответственно, мост будет уже шесть полос движения, состоящий из двух проезжих частей по три полосы движения. И южный подход у нас был четыре полосы. Соответственно, на сегодняшний момент там уже ведутся работы по реконструкции подъезда. Там тоже будет шесть полос движения. Власти города пообещали проработать и вопрос о строительстве пешеходного перехода в районе старого автовокзала на проспекте Шолохова. Предполагается, его сделают подземным. Все, что плохо в городе Таганроге, вы лично отвечаете за это. Нет других людей. А плохо в городе по многим вопросам. И прежде всего в системе ЖКХ. Пришел к выводу глава региона после посещения родины Чехова. Если готовность жилфонда к холодам на Дону составляет почти 75%, то в Таганроге только 35,5%. Теплосети не могут справиться с нуждами населения даже в летний период. Из-за задолженности организации топливно-энергетического комплекса 20 многоквартирных домов остаются без горячей воды с апреля этого года. Я не помню ни одного доклада, чтобы мне сказали, что население не платит. Население платит. И к населению претензий никаких нет. В Таганроге люди законопослушные платят практически в полном объеме. Почему никто из вас не задумался, что деньги уходят не туда? Несмотря на добросовестную оплату таганрожцев, организации коммунального комплекса одна за другой приходят к банкротству, оставляя в наследство только многомиллионные долги. Сейчас задолженные затопливно-энергетические ресурсы по всей области насчитывает почти миллиард 120 миллионов рублей. Из них более 300 миллионов – долги таганрогских предприятий. Самая проблемная организация – это, конечно, ТЭК и их взаимоотношения с Газпромом. Потому что ни с кем они толком решить вопросы по заключению договорных отношений не могут. 14,8 миллиона должны Газпрому, 9,5 не перечислили, но деньги до сих пор числятся как невыясненные. И вот 5,5 миллионов получается, 5,3 миллиона, которых вот это реально нет. Пока муниципальные власти и обанкротившийся бизнес выясняют отношения, жители Таганрога остаются без горячей воды. Глава Донского правительства поставил задачу – решить проблему к 1 сентября. Однако нет гарантии, что инцидент не повторится. В целом же подготовка к зиме в Ростовской области идет по плану, отметил губернатор. Статистические исследования подтвердили статус Ростова как крупного туристического и делового центра, сообщают в городской администрации. Количество российских и иностранных туристов возросло до 339 тысяч человек в год. Местные туроператоры проводят бесплатные экскурсии по зданию мэрии для школьников и студентов, а на остановках общественного транспорта во всех районах города размещены карты-схемы с привязкой к местности на русском и английском языках. Важную роль отводят инновациям в сфере туризма. Это прежде всего использование интернет-технологий, нанесение на пешеходные указатели и сети-мониторы QR-кодов. Они позволяют владельцам мобильных телефонов считывать закодированную информацию об объектах культурного наследия. Очереди в детские сады на Дону станут короче. Для этого из областного и городского бюджетов выделили немалые деньги. Во всю идет строительство новых объектов и реконструкция старых. Уже в этом году в области возводят 64 дошкольных учреждения. Еще 40 появятся в следующем. Только в Ростове за два года планируют создать около 6 тысяч мест в детских садах. О системе образования говорят в преддверии начала учебного года. Областная конференция собрала педагогов в Донском техническом университете. Я хотел вам сказать спасибо за те хорошие результаты, которые вы достигли в прошлом учебном году. Потому что почти на 100% говорю, что образование в Ростовской области лучше в России. Кто как бы относится к своему делу, это пример отношения для любого человека, где бы он ни трудился. Тем, кто смог сделать региональное образование лучшим, награды. За доблестный труд на благо Донского края медалей удостоились 5 человек. Руководители учебных заведений из разных городов области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова